Привет! Хочу рассказать тебе о сервере Revenge RP. На сервере тебя ожидает увлекательное развитие твоего персонажа. От создания до выбора деятельности. Никаких ограничений. На нашем сервере ты точно найдешь то, что так долго искал. Мы ничего не обошли стороной. Для каждой профессии своя система. Большой автопарк, кастомизация персонажа. Все это и многое другое тебя ждет на Revenge RP. А по промокоду в описании ты сможешь залатать приятный бонус. IP и прочая информация находится в описании. В этом ролике я построю школу и буду учить школьников на Dark RP. У нас будет урок труда, урок истории, посиделки в столовой и куча всего другого, что есть в обычной школе. А за такую идею спасибо этому подписчику. Пишите свои идеи в комментариях. Самое залайканное будет исполнено в следующем ролике. Поехали. Господин мэр, извините, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, не волнуйтесь, нам не 5 лет, мы вас не заразим. Я лицензию хотел бы взять, разрешение на то, чтобы мы открыли свою школу торжественно. Сноубол, мэр. Футбол, ес. Отдал лицензию. Все, вот, бежите, да. Извините, мэр, я бы не хотел быть грубым, но тут написано вместо лицензия, лицензия. Ой, извиняюсь, извиняюсь, сейчас... Взял лицензию. Дал лицензию. Вот это я понимаю лицензию, вот это я понимаю. Мне просто взорвали гранаты. Школу я расположил в этом районе и занял все здание. Тут у нас есть кабинет директора, кабинет трудов, кабинет истории, коридоры, туалет и столовая. Снаружи уже находится огромное количество детей, из них я сформирую два класса и мы начнем обучение. Итак, первый А и первый Б. Я приветствую вас в нашей общеобразовательной школе номер 161. Здесь вы будете получать знания со всех предметов, а именно с труда и с предмета истории. Итак, первый А. У вас сейчас будет урок у учителя истории Дид Доджи. Он находится в первом кабинете. Первый Б идет за бутырином в класс труда. Там у вас будет урок труда. Значит так, сегодня должен был быть урок, связанный со станками. Хватит, пиздец. Я сейчас вам бошки откручу вот этим гаечным ключом. Хватит говорить. Так, меня зовут Бутылин. Можете называть меня муфиозник. Значит, сегодня мы должны были говорить про станки, но, к сожалению, произошел казус. Станка нету. Поэтому будем говорить о табуретках. Что вы знаете о табуретках? У них четыре ноги. Не почему? Есть трех ноги, двух и одна ноги. У меня вопрос. Вы где нахуй учились? В джунглях, что ли? У нормальных людей есть такое понятие, как руку поднять. Я вообще не учился. Да ты вообще рот закрой свой. Я на солях поднял руку. Так, Яна первая подняла руку, соответственно, рассказывай, что из себя представляет табурет. На нем можно сидеть. Ну, в принципе, основного все, что можно пользоваться им. Я тебе сейчас вот этот бросок в жопу затолкаю. Кто кинул? Ты кинул? Ты кинул? Я тебя сначала сейчас голову откручу, а после этого директору отправлю в качестве сумминира. Козел! Пиздук директору. Иди отсюда. Иди отсюда. Быстрее, скотина, пока тебя не зарезал, блять. Так, продолжаем. Кто может дополнить Яну по поводу табурета? Дуда поднял руку. Как, Дуда, пожалуйста, я слушаю. Ну, табуретки в основном используются в школах, в актовых залах. Сейчас, похуй засну. Кто ее может нормально дополнить? Я, Антоша, поднял руку. Давай, давай, Антоха, говори. Только не пищи, я тебя прошу. Табуретки состоят из дерева. Есть разные дерева. Прежде чем делать дела с деревьями, там их обрабатывать. То есть сначала, как называется, ошкорябывают занозы. Потом делят на 5 частей. Круглая, ну, сенушка. Так что, хватит, 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 хватит. Хватит, мне сейчас уши завянут. Хватит, я понял, молодец. Ладно, все молодцы, сосуд. Понимаете, американцы придумали Гитлера. У нас, у нас в соседнем классе просто Стаса как просто сидит. Учитель, учитель. Можно я покажу вам доисторическую вещь, которая мне досталась от прадеда? Да, конечно. Вот, смотрите. Это же истинный артефакт японской, американской войны. Ну ты посмотри. А можно в руках подержать? Значит так, каждый из вас к концу этого урока должен смастерить собственную табурет. Табурет это самое святое, что вы можете здесь делать. Это вообще святость всей жизни. Так, значит, я сейчас вам раздам так называемые деревяшки. Значит, из-за чего состоит табурет? Из самого простого. Это четыре палки и дощечка. И четырех гвоздей. Этого будет достаточно. Для того, чтобы табурет у вас работал по назначению. Раздал материалы. Значит так, я жду от каждой парты по табурету. Вот, сделайте табурет на оценку, соответственно. Гвозди, гвозди, приготовь. А что я прям делаю? Ну, чтобы жопа не отвалилась, собственно говоря. Так, я жду от вас, соответственно. Так, сейчас подождите, сейчас, секунду пока. Ну, делайте, делайте, в общем, я жду. Так, давайте еще одно условие. Если табурет мне не понравится, я вам его в задницу запихаю. Поехали. Э, не обязан. Я только за. Не обязан, но могу. Так, шага проверим. А что за муж хохеровый, слышишь? Тихо, это для меня, для моей второй будущей половинки. Что меня пропало, все. Кто ко мне? Ты, что ли? Я? Рассказывай, что с тобой стряслось. Почему тебя выгнали из класса? Ну, сказали, что там табуретка говно, я его короче. Табуретка говно? Давай посмотрим на твою табуретку. Я на тебя раз. Пожалуйста, верни на ту помочь. Эй, Бутылин, ко мне мальчик подошел, сказал, что ты его выгнал, потому что у него табуретка говно. Не, он не потому что у него табуретка говно, потому что он ебывался на мою маму. Ты маму оскорблял учителя? В смысле? Нет. Ты еще мне наврал в кабинете? Он против сели, я не... Послушай, мой маленький черный мальчик, кому мне довериться, своему работнику или тебе, маленькому черному мальчику? Я предлагаю ученикам из него сделать табуретку. Мы не будем из него делать табуретку. Мы его выгоним со школы, потому что такое поведение у нас не приветствуется. Поэтому, пожалуйста, собирай свои вещи, я тебя исключаю с этого класса. Жаль. Значит, вам всем по четверке, кто сделал здесь стул со спинкой, тому нахрен, четверку с плюсом, вот, накинете сверху, блядь, пара с армошки, дам пять. Все, давайте, меняемся. Идите все нахуй. Кого ты нахуй послал, кого ты нахуй послал, я тебя сейчас за ухо отсюда выгоню. Давайте все-таки табурет сделаем, а? Взял за ухо. Пошел, пошел, сейчас мы твоей матери расскажем, как ты себя ведешь в школе, чтобы она выпорола из тебя все. Больше не возвращайся, тебе дорога в вечернюю школу или в воскресную, там таких любят. Уважаемый директор Максимилиан, может его запечь? Не надо. Нам нужно приготовить столовую для детей, они должны покушать, они уже давно на уроках. Дети, дети, дети все, все дети, 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 собираемся, сейчас мы пойдем в столовую. Присаживайтесь, присаживайтесь. Садись спокойнее. Вот это закусь, блядь, царский. Ооо, очень хорошо. Какой наркомат, никаких наркомат. Дружище, ты поймал татарах? Давай лучше, давай лучше, короче, гаечным ключом сейчас починю, дружище, погоди, блядь. А где яичница? Где яичница? Ты ее убрал себе в карман, ты в карман яичницу засунул. У тебя весь карман грядный теперь. Ой, очень вкусно. Я не вижу. Блядь, ты у него из рука рыжая, блядь. Не бери, нахуй, а ну. Да куда он? Ну все, я пойду его спасать, нахуй. Блядь, я не нахладывин, блядь. Я нихуя не вижу. Дети, вам нравится еда? Да, очень вкусно. Кто накормил учителя истории наркотиками, признавайтесь? Первый парень. Я нашел в кабинете первого А наркотики. Ты нашел в кабинете первого А наркотики? Значит, объясни мне, маленький мальчик из первого АБ, почему у тебя куча наркоты в кармане? И почему об этом я узнаю только после того, как мой учитель, мой работник отравился? Извините, я вам говорила, что нашел наркоту первого А в зале до мне без раки. Смотри, забирай это все. Да, желательно. Мне нужен бонг тогда. Тебе не нужен бонг? Ты ребенка не убил из себя, из пистолета. Где ты вообще пистолет взял? Я ребенок дал. Ребенок и мне пистолет дал, кстати. Какой? Какой ребенок дал пистолет? Да, этот ребенок, точно, этот, точно. Вот этот ребенок дал мне, дал мне дробовик. Вы понимаете, что если бы сейчас здесь была санстанция с проверкой, нам бы дали такой пизды. А, то есть ты еще решил дробовиков дать? На глазах у вас, прямо нас, блядь, просто развращает. Сэс. Вот так и бывает в природе. В общем, тапок судьбы, и ты исключен со школы за хранение наркотиков. Ты не сказал об этом директору, еще отравил учителя и раздал всем оружие. Я могу рассказать, что было во Вьетнаме. Давай, Кеша, иди к доске рассказывай. В общем-то, я рассказываю историю Ке... А я приехал туда. Я жил в годах, два, два в году сразу, сразу вдвойку. Нормальную историю, давай, нормальную историю рассказывай. Будь пятерку тогда попал. А можно, если... Можно, пожалуйста, войти, я расскажу про Вьетнамскую войну. Мне идет рассказывать. Давай, 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 дружище, давай. Конфликт во Вьетнаме, Ла Оси и Коммуни. С 1 ноября 1955 года. До падения Сайгона 10 апреля 1975 года. Союз. Так, так, сейчас вопрос, перебью тебя, перебью, перебью. Что такое коммунизм? А-а-а, коммунизм, э-м, что такое коммунизм, что такое, э-э, крутится на языке сейчас. Блин, а я его сейчас убью. Так, кто хочет, кто, кто, кто хочет ответить, что такое коммунизм? Это такое чип правительства. Я, конечно, не понял. Это, блядь, светлое будущее для табуреток, сука. Ой, ой. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда, все, на место, на место, на место сядь. На место сядь, все, на место сядь. А можно рассказать, как закончился? Закончилась война во Вьетнаме. Не послышалось, как закончился Казахстан. Давай, 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 дружище. Казахстан нигде не заканчивается. 27 января 1973 года, после четырехлетних договоров в Париже, было подписано соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Согласно документам, американские войска, потерявшие с... Дружище, я так рад, дружище, дружище, я так рад, что ты умеешь читать. Какой же ты молодец, садись. Пятерка тебе, перевернутая, блядь. Так, ну и закончим, закончим. Да, двоечка, двоечка с минусом. Слушаем внимательно. Значит так, собираются как-то три генерала для того, чтобы назначить себе пенсию. Им, значит, говорят, смотрите, мы вам сейчас назначим пенсию в зависимости ваших физических факторов. Алло, да, господин мэр. Алло, здравствуйте, а вы директор детского садика? Не, я директор общеобразовательной школы номер 161 в нашем городе. Понятно. Там мне кто-то говорил, что надо проведать вас, посмотреть, как у вас там дела. А, вы проверку хотите сделать? Проверку? Мы можем организовать. Да-да, проверку. Без проблем, без проблем, сейчас 5 секунд. Вы знаете, куда идти, в общем... С оружием, матерой сразу видно. Так, говноеды маленькие. Говноеды маленькие, те, кто их учат. Сейчас сюда мэр придет с проверкой, поэтому, пожалуйста. Вы, выдавите из себя максимум, блядь. Отвечайте на все вопросы, покажите, что эта школа достойна того, чтобы называться школой. Господин мэр, проходите, проходите, господин мэр. У нас новые диваны, ремонт, посмотрите. Ага. А это наши ученики, вот смотрите. Это кабинет, там, где проходит сейчас урок истории. А, уберите, уберите, уберите со стола, быстро, уберите со стола, быстро, блядь. Здравствуйте, Ваше Величество. Здравствуйте, товарищи. Это реагенты, это реагенты. Тут просто был урок химии, поймите. А, смотрите, это сейчас урок истории, его ведет наш учитель, Дидоджи. У него две степени, он самый лучший учитель в стране. Он, ну, достойный награды, Нобелевской премии. Нобелевской премии мира по литературе, по макаронам. Только что показывал окаменелости ветеранов войны во Вьетнаме. Где он? А, буфет? Пройдемте, пройдемте. А вы не будете учеников опрашивать? Нет, нет, нет. Ух, слава богу. Нет, может, лучше все-таки опросить, наверное, мне кажется. Да не надо, блядь, не надо, блядь. Не надо, блядь. Позже, попозже. Не надо, блядь, ты че нахуй несешь? Ты до пиздец елся, блядь. Все оружие возьмите. Оружие возьмите все, ебли, ебли мэра. Пойдемте, ебли мэра. Быстрее, пойдемте, не башь мэра. Вот это наша столовая. Блядь, сука. Вы можете поесть. Вот здесь повар наш работает, он профессионал. Повар? Это живо. Это Игорь, очень приятно. Как видите, санитарные условия, все соблюдено. Плита, все есть. Туалеты. А, туалет внизу, туалет внизу. Че-то дерьмо. Блядь. Что, блядь? Блядь. Вы что, охутили? Что это, блядь, это труп трудовика? Не, я, 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 я трудовик, не. О, нет. Он умер в позе победителя. Он слег. Я не знал, что они вздумают убить мэра из-за проверки, поэтому это было для меня небольшим шоком. К сожалению, к нам потом по КД наведовалась полиция, и нас даже умудрились взять штурмом, поэтому больше уроки мы проводить не могли. Я думаю, отыгровка вышла довольно неплохая, как и школа в целом. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также пишите свои идеи в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok